Украинские военные в зоне АТО не могут получить пять бесплатных стомат-кабинетов, которые один из волонтеров собирался отправить на линию разграничения. Уже полтора года он не может забрать свое стоматологическое оборудование у клиники, помещение, которое раньше арендовал. Почему, разбирались наши корреспонденты? Эта история началась еще в 2013 году. Бизнесмен Салим Карамэ арендовал помещение стомат-клиники и за свой счет приобрел оборудование. Но когда был за границей на лечении, его имущество забрали арендодатели. Карамэ обратился в полицию. В конце 2015-го суд постановил изъять оборудование в пользу бизнесмена. Но следователь решил иначе и оставил технику, проигравшей в суде стороне. Как можно разбираться полтора года, пользуясь чужим имуществом? Что мне надо показать? Больше того, что это мои оборудования, купленные за мои деньги. Официальные документы, официальные платежки, допрос той же компании, у которых я покупал, те люди, у которых я покупал, все есть. Активисты стоп-коррупции сегодня снова попытались пообщаться с сотрудниками клиники, которая не отдает технику. Просто зачинилися. Активисты оставили на двери плакат с требованием вернуть украденное. И на вымогу, чтобы повернуть эти буровые установки и эти кресла в АТО, або и законному властнику, мы видим вот такую реакцию. Просто зачиняют двери и не хочут взагалі спілкуватися. Вымагаем того, чтобы эти кресла действительно от точки АТО, то есть от этой клиники, потрапили в зону антитерористической операции. Вместо общения с активистами сотрудники стоматологии вызвали полицию, а потом сорвали плакат. Не может изъять оборудование у этой клиники и следователь. За полтора года после решения суда вернули лишь одно кресло. За остальными четырьмя после десятков обращений бизнесмена следователи пришли лишь на прошлой неделе. Но и в этот раз забрать ничего не удалось. В клинике отклеили серийные номера на оборудование. Почему к следователю, который я хочу, чтобы вся страна знала, Грушевскому Вадим и его помощница Наталья, которая работает вместе, за полтора года не мог взять второй обыск. Эти вопросы мы и хотели задать следователям. С одним связаться не удалось, а вот что ответил второй. Обращайтесь, пожалуйста, к руководству, которое принимает решения насчет каких-либо комментариев. Мы направили запрос в Днепровское управление. Ждем ответа. А бизнесмену пока остается лишь надеяться на справедливость. В райотделе ему пообещали сменить следователя. Возможно, это поможет сдвинуть дело с мертвой точки. И атошники, наконец, смогут получить от волонтера пять стомат-кабинетов и бесплатную медпомощь. Андрей Кровец, Юрий Красновский. Подробности, телеканал Интер.